Жители Станицы Грепостной, Смоленского и сельского поселения смогут теперь получить первичную медицинскую помощь рядом с домом. В населенном пункте открылся долгожданный офис врачей общей практики. Это специалист широкого профиля, способный вести прием как терапевт, автолемолог, лор-врач и хирург. Строительство кабинета стало возможным благодаря краевому финансированию. Стоимость работ составила около 6 миллионов рублей. Сегодня в Станице Грепостной открываем такое красивое здание. Спасибо строителям, конечно, спасибо губернатору нашему за поддержку. Я думаю теперь, что все жители Станицы будут обращаться просто так, для профилактики. Поэтому поздравляю вас с этим знаменательным праздником. По доброй традиции участники мероприятия торжественно перерезали красную ленту и не теряя времени осмотрели помещение. Прием в кабинете будут вести врач общей практики, фельдшер и медицинская сестра. Не болейте, самое главное не болейте. Теперь мы спокоимся. Здесь будет аптека, можно прийти, прокапаться, консультацию получить. Если необходимость будет, и к Северскую отвезут, и в Афимскую отвезут. В офисе предусмотрен кабинет врача общей практики, процедурный кабинет, перевязочная комната медицинской сестры и дневной стационар. Также планируется открыть аптечный пункт. В Станице-Крепостной проживает более 700 человек. Теперь им не нужно тратить время, чтобы получить первичную медико-санитарную помощь. Нам никуда не придется ездить, если у нас только будут врачи, которые нам нужны. Вот мне, допустим, надо делать капельницы, я ездила в Смоленскую. А сейчас я буду здесь. Сейчас вот с этим нашим центром медицинским мы надеемся, что все изменится. Мы очень рады. Как отмечает руководство района, работа по созданию новых кабинетов врачей общей практики и фершерско-акушерских пунктов в муниципалитете продолжится. 19 января православные христиане отметили Крещение Господне. Это один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. Поэтому главным символом этого праздника является вода, а у православных существует традиция погружаться в купель. В Северском районе для крещенских купаний работали в этой ночь четыре освященных источника. В клубе загородного отдыха в Северской, в станице Азовской на Соленом роднике, возле Новодмитриевского храма Успения Пресвятой Богородицы и в поселке Ильском у источника на улице Крестьянской. У всех купели собралось много народа. Люди приходили семьями, омовения совершали и пожилые люди, и молодые, и родители вместе с малышами. Перекрестившись они заходили в воду, кто-то окунался по всем правилам. Троекратно, каждый раз осенив себя крестным знамением. Ильскому источнику более ста лет. Предположительно, его открыли в конце 19 века. По инициативе главы Ильского городского поселения Николая Головко и с участием предпринимателей купель восстановили несколько лет назад. В первую очередь поставили мраморный крест. Далее благоустроили территорию родника, сделали лестничные марши со стороны улицы Крестьянской. Под разрешите мне поздравить вас от всей души с нашим замечательным православным праздником, крещением. Хочу пожелать каждой семье здоровья, благополучия, счастья, добра и мирного неба. В этот день на месте крещенских купаний дежурили спасатели, казачество и машина скорой помощи. Впечатление супер, всем советую. Эмоции просто зашкаливаются, очень холодно, но все прекрасно. То есть всем советую окунаться. Эмоции переполняют меня. Легкость. Поздравляю всех с праздником. Поздравляю всех с крещением, здоровья, счастья, мир в дом. Поздравляю всех с крещением. Это прекрасный праздник всех православных с крещением. Окунайтесь, верьте в Бога и все будет хорошо. После обряда омовения все желающие могли согреться горячим чаем. Многие верующие приходили к источнику, чтобы набрать святой воды. Крещенские мероприятия 18-19 января прошли также во всех приходах русской православной церкви на территории района. Елена Меркатан, Владимир Галуцкий, ТРК «Атаман». В зале районной администрации состоялась 46-я сессия Совета. В рамках встречи депутаты обсудили итоги конкурса «Лучший орган ТОС», отметив успехи руководителей территориального общественного самоуправления. Согласовали передачу имущества из муниципальной и государственной собственности на безвозмездной основе. Рассмотрели на сессии Совет и внесение изменений в решение Совета от 20 декабря 2017 года, о местном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. После рассмотрения всех имеющихся вопросов и проведения по каждому из них голосования, 46-ю сессию Совета муниципального образования «Северский район» объявили закрытой. С 23 января по 23 февраля в Северском районе пройдет месячник обороны массовой и военно-патриотической работы под названием «Воинский долг, честь и судьба». В рамках месячника состоятся концерты, памятно-торжественные траурные митинги, фестивали, военно-спортивные и другие массовые мероприятия. Торжественная церемония открытия состоится 23 января в 12 часов в Доме культуры поселка Афибского. Крупные астероиды последние 290 миллионов лет попадают на Землю чаще, чем предыдущие 700 миллионов лет. Об этом говорит новое исследование, опубликованное в журнале Science. Если конкретнее, то столкновения астероидов с Землей и Луной происходят в 2,6 раза чаще. Впрочем, не спешите с опаской смотреть на небо. Крупные небесные тела в среднем падают на нашу планету раз в один или несколько миллионов лет. В ходе исследований ученые из Канады, Великобритании и США составили список самых крупных кратеров на Земле и Луне диаметром более 20 километров. Потом они определили их возраст. «Мы обнаружили, что свежие или молодые кратеры на Луне окружены многочисленными камнями. Возраст некоторых кратеров определили по камням, которые привезли астронавты на Аполло. Используя эти данные, мы придумали, как определить возраст кратеров на Луне. Благодаря этому мы получили интересные результаты». Команда насчитала на спутнике Земли 29 кратеров возрастом 290 миллионов лет или младше. Кратеров, которым от 291 до 650 миллионов лет, было только 9. На Земле старых кратеров почти не осталось. Да и тех, которые меньше 290 миллионов лет, тоже не так много. Однако это объясняет тем, что многие небесные тела падали в океан. По приблизительным подсчётам, за последние 290 миллионов лет на Землю упало около 260 больших астероидов. «Возможно ли, что астероиды привели к вымиранию видов? Влияли ли они на изменение климата или на состояние разных континентов? Все эти вещи учёные могут начать изучать более внимательно». По данным НАСА, в ближайшее время большие астероиды Земле не угрожают. «Астероиды, которые угрожают человечеству, должны быть диаметром около километра. Тогда они могут принести значительные разрушения. Если они меньше, то разрушения будут региональными». Ближайшая встреча Земли с крупным астероидом произойдёт через 861 год. Мимо пролетит небесное тело диаметром 1,3 километра. Однако с 99-процентной вероятностью в Землю оно не попадёт, считают учёные. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»